Всем привет! Сегодня 3 мая, мой сад продолжает расцветать. Хочу вам сегодня быстро показать, какие цветы меня сегодня радуют, какие растения распустились. Приглашаю на прогулку по саду. Сегодня начала расцветать в саду глициния. Она, конечно, еще не в полном распуске. Цветок глицинии будет достигать до 30 см. В саду 4 глицинии растет, но цветет пока только одна. Я надеюсь, что скоро мы будем любоваться уже полным цветением. Обязательно покажу вам, сделаю обзор. Сегодня посадила, наконец, свою японскую камелию. Посадку не показываю. Аналогично посадке азалии у меня есть ролик на канале. Японская камелия тоже кислотница. Вот выбрала это место. Здесь солнышко до 12, потом тень. Но освещение довольно яркое. Я надеюсь, что все-таки она порадует меня своим цветением. Начинает свое цветение японская азалия розы. Вот смотрите, молодые листочки у нее все-таки зеленые. А, видимо, уже более зрелые листья приобретают такой темный оттенок. Цвет получился насыщенно розовый. Посмотрим, когда расцветет сам цветок, пока бутон. Но очень красивый цвет. А вот это моя, которая уже два года у меня растет, японская азалия, сорт панда. Она тоже на бутонах. Посмотрите, какие прекрасные у нее приросты. Вот очень яркий, насыщенный цвет. Цветок белый, очень интересный. В прошлом ролике показывала свой новый клен, японский клен Широсаванум Ауреум. Вот хочу рассказать вам, что клен действительно просто обожают муравьи. Я так думаю, что они будут разносить тлю. Поэтому уже первые меры по предотвращению набега муравьев принимала. И обклеивала его, и обсыпала. Ну, пока вот муравьев нет. Но он просто даже шевелился, настолько много было в нем муравьев. А вот посмотрите, какие красивые приросты на японской криптомерии. Это сорт Серама. Смотрите, как она начинает гнать веточки. Вот прямо из этого коралла. Они такие яркие, очень необычно смотрятся. Красивое растение. А рядом с ней цветет медуница. У нее и листик очень интересный, как будто краской наляпали. И цветочки у нее на дном и розовые, и сиреневые, и синие. Очень необычный цветочек. А вот у меня новый житель сада. Зимой на Новый год я выиграла сосну горную Карстен Винтерголд на штамбе. И вот сейчас получила свой подарок. Будем сажать. А вот посмотрите, как выглядят приросты на японской криптомерии Расен. Она вся сейчас на приростах, на почечках. Почечки яркие. Красивые. А вот посмотрите, какие красивые листики распускаются на лещине. Лещина сорт Red Majestic. Цвет листа, обратите внимание, просто практически черный. Темно-темно бордовый, гофрированный, красивый. Сережки еще продолжают свисать. Они еще не обсыпались. Очень красивое дерево. В саду продолжает расцветать децентра. Децентра это многолетник. Травянистое многолетнее растение для тени. Очень красивое. У меня 4 года растет. Куст большой. Есть еще белые сорта. Но вот на мой вкус, вот я очень люблю розовый. Очень красивый цветок. Ребята, кто смотрел ролик про японский клен, вот показываю вам, какие листики распускаются. Очень красивый листик. Резной, тоненький. Насыщенно красно-розового цвета. Вот такой получился клен. Смотрите, какие красивые приросты. Начинает распускаться ель, колючая, глаука глобоза. У нее очень красивый цвет молодых приростов. Прирост каждого года около 2-3 сантиметров. Цвела живучка. Посмотрите, какая она интересная. Листик черненький, а цветок прямо синий. Очень красивое такое яркое пятнышко. Очень неприхотливое растение. Не требовательно ни к условиям почвы, ни к освещению. Смотрите, начинает расцветать каликант. Цветок будет бордовый. Вот мне самой очень интересно, как это будет выглядеть, когда он распустится. Его еще называют ямайский перец. Смотрите, какие красивые листики. У скумпии кожевины Royal Purple. Очень насыщенный, такой интересный оттенок. Она иногда, мне кажется, думает, что она криптомерия. У нее такие веточки. Вот начал распускаться. Уже показал свой сиреневый цвет. Мой гигантский лук. Мне писали, что это может быть чеснок, карамболь. Ну, в общем, смотрите, какой у него размер. А вот скумпия перед вами кожевинная сорт Young Lady. Посмотрите, сколько соцветий она выгнала. Скоро она будет просто, как такое нежно-розовое облако. Очень красивая. Обязательно покажу вам, когда она распустится. Начала распускаться ель Вергата. Такие яркие, большие пучки. Говорят, что прирост на Вергате может до 30 сантиметров быть за один сезон. Вот будем наблюдать, посмотрим, какой длины будут ее приросты. Барбариска ранита. Яркий-яркий паучок в саду. А вот самый обыкновенный, самый с детства знакомый нам цветок. Циня. Ну, какая красота. Посмотрите, какое яркое такое сочетание. Оранжево-красные лепестки. Мне очень нравятся цинии. Я их и сею эти, посадила рассадой, поэтому они уже цветут. В этом году посадила горец, сорт Красный дракон. У него очень интересный листик, очень неприхотливый многолетник. Мне пообещали, если его стричь, то будет такая красивая кочка. Цветение у него не супер, поэтому можно срезать бутоны, и он будет куститься. Вот такой красивый листик, колористическое такое пятнышко. Перед вами японский клён, сорт Emerald Lace. Посмотрите, какой красивый листик. Я уже в прошлых роликах говорила, что у меня вообще нет никаких нареканий по поводу этого клёна. Он не горел, он не подмёрз, практически без укрытия зимовал. Вот такой вот у него просто очень красивый листик. Грязной такой, с розовыми краями и ярко-красная кора. Перед вами ель канадская коника. Она уже вся распустилась. Самая, наверное, первая распустилась в саду. Сейчас такая вся мягкая. Вот она не подгорела. Такие яркие-яркие у неё зелёненькие хвоинки. А вот какие приросты у ёлочки Пуш. Это была мутация на ёлочке Акракона. Её сохранили. Она будет небольшая, где-то 60 на 60 сантиметров. И будет вся покрыта розовыми шишечками. Начала распускаться ёлочка Энгельмана Бушлейс. Кружева Буша. Вот красивые, контрастные. Хвоя кажется зеленоватой, а приросты бирюзовые. А вот начала распускаться ель Энгельмана Снэйк. Эта ель практически не имеет ветвления. И вот смотрите, действительно, у неё распускается по одной почке с каждой веточки. То есть она будет, как такая хаотичная, вертикаль. Вот у меня растёт крымская сосна, сосна чёрная. Смотрите уже, какие приросты. Эту сосну мы будем формировать как пинию. Она будет, когда достигать определённой высоты, мы будем убирать нижние ярусы. И оставлять её как зонтик. Вот такие уже длинные, большие приросты. А вот перед вами в сумах оленей роги тигриный глаз. Вот в прошлом видео это был ещё просто ствол и почки. И вот за эту неделю вот так распустились листья. Смотрите, цвет листа такой свекольный, прямо розовый. А листик потом начнёт становиться более салатовым. Очень красивое растение, несколько раз меняется и имеет очень красивый причудливый каркас. А вот эту сосну, это тоже сосна чёрная. Я формирую, делаю из неё неваки. Вот свечки уже поднялись. Когда начнутся вот такие маленькие иголочки из них, я сниму ролик и покажу следующую стадию формирования. И расскажу, как вот, к чему я пришла, как я её сформировала. Так что будет обязательно ролик. И очень скоро, потому что уже в течение недели нужно будет её формировать. Начинает набирать цвет ива японская Хакура Нишики, которую мы в этом году пересаживали. Вот видите, всё хорошо, пересадку она перенесла. Скоро она будет такое бело-розовое облачко. Перед вами очень интересный сорт будлеи. Будлея карликовая, сорт называется Муншайн Будма. Вот я её подстригла весной. Вот смотрите, какой яркий лист. Цветок будет очень крупный, сиреневого цвета. И размер взрослого куста будет около метра. Метр на метр примерно такой шарик. Такой красивый дёрен. Это сорт Гоучалти. Вот у него жёлтая варигатность, жёлто-зелёная. Вот кто-то делится на любителей и нелюбителей дёрна. Мне очень нравится. У него ярко-красная кора. И вот лист нереально красивый. Очень яркий, такое пятнышко ярко-жёлтое. Варигатность такая хаотичная. Но очень красивый кустарник. Это бузина чёрная. Сорт называется Black Lace. Бузина растёт второй год. В прошлом году посадила. Вот она вся на бутонах. Она цвела сразу в прошлом году. В этом году она уже выгнала прямо очень много веток. Вот такие толстые стволы у веток. Будет такой массивный большой кустарник. Очень красивое, совершенно неприхотливое растение. Здесь у нас ветер, был мороз минус 20. Она вообще никак на это не отреагировала. Поэтому присмотритесь. Вообще просто очень красивое растение. В прошлом ролике я вам рассказывала про тамарикс. Который я посадила в прошлом году вот таким вот маленьким-маленьким-маленькой веточкой. И вот вырос такой уже интересный, довольно большой экземпляр, который весь просто расцвёл. Вот он начинает цвести. Его ещё называют бисерник. Потому что он словно бисером весь унизанный. Очень красивый. Его так любят бабочки, так любят пчёлы. Вот самое неприхотливое, самое обычное растение. Но какое красивое, какое нарядное. Потом оно становится такое, как ёлочка. Но он листопадный. Осенью он обсыпается. Вот такой красавчик тамарикс. Вечереет, наступает время для отдыха. Ребята, нас становится больше. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что пишете мне комментарии. Спасибо за ваши классные фотографии, ваших садов и растений, которые вы присылаете мне в инстаграм. Я это очень ценю. Мне интересно. По возможности буду отвечать каждому. Спасибо за комментарии. Пишите. На этом сегодня ролик заканчиваю. И до встречи на канале.